С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного Вступление Нет способности изменить что-либо, и силы для этого, кроме как от Аллаха, Высокого, Великого Что скажут господа ученые, имамы религии, да будет доволен Аллах ими всеми О человеке, на долю которого выпало испытание, поставив его в такое положение, что если он и дальше будет пребывать в нем, то оно испортит ему и земную, и вечную жизнь При этом он пытался всеми способами избавиться от того, что его постигло, однако положение его лишь усугубляется Как же ему совладать с этим искушением, и как избавиться от этого испытания? И да помилует Аллах того, кто поможет попавшему в беду И Аллах будет помогать рабу своему до тех пор, пока тот будет помогать своему брату по вере Пожалуйста, дайте нам фетву, и да вознаградит вас Аллах Шейх-Имам, ученый, шейх-Ислама, Шамсуддин Абу-Абдуллах Мухаммад ибн Абу-Бакр ибн Айюб, имам Медресе Аль-Джиузия в Дамаске, да будет доволен им Аллах, дал такой ответ Хвала Аллаху Абу-Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Не спосылая болезнь, Аллах непременно не спосылал и лекарства от нее Привел Аль-Бухари Аль-Бухари приводит и другую версию хадиса, в которой сообщается, что люди сказали О посланник Аллаха, лечиться ли нам? Он ответил, да, о рабы Аллаха, лечитесь, ибо поистине Всевышний Аллах, создав болезнь, создал и исцеление для нее За исключением одной болезни Они спросили, какой же, о посланник Аллаха Он ответил, старости, приводится в Адаб-Муфрат Из этой и других версий хадиса Следует, что лечение не противоречит упованию на Аллаха Как не противоречит ему утоление голода и жажды с помощью пищи и питья И как не противоречит упованию отдаления от разных пагуб И обращение к Аллаху с мольбой о благополучии, отведении вреда и так далее Приводится в Фатхальбари Аджабир ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах им и его отцом Передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал От всякой болезни есть лекарство И если это лекарство правильно применяют против болезни То больной исцеляется с позволения Аллаха Привел муслим Аусама ибн Шарик, да будет доволен им Аллах Передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Поистине, не спосылая болезнь, Аллах непременно не спосылал и лекарства от нее Знает его тот, кто знает, и не знает его тот, кто не знает Привел Ахмад А в другой версии говорится Поистине, не спосылая болезнь, Аллах непременно не спосылал и лекарства от нее, кроме единственной болезни Люди спросили, что же это за болезнь, о посланник Аллаха Он ответил, старость Привели Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ибн Маджа Это доказательство того, что лечение и пользование достижениями медицины разрешено и не является нежелательным Из хадиса следует, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Абу Дауд включил старость в число болезней, несмотря на то, что по причине своей Старость отличается от болезней, от которых страдает человек в разные периоды своей жизни Она похожа на болезни в том смысле, что истощает организм, ослабляет человека и, подобно многим болезням, заканчивается смертью Приводится в Маалимас Суман Абу Дауд приводит также другую версию хадиса Абу Ат-Дарда, да будет доволен им Аллах Передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Поистине Всевышний Аллах не спасал болезнь и лекарства И сделал от каждой болезни лекарства Поэтому лечитесь, только не лечитесь запретным Привел Абу Дауд Из хадиса следует, что лекарство должно быть дозволенным и запрещается лечиться запретным Приведено в Фатхальбари Ат-Тирмези сказал, что это хороший, достоверный хадис Это относится к недугам сердца, духа и тела И их лекарствам Так пророк, мир ему и благословение Аллаха Назвал невежество недугом А обращение с вопросами к ученым Лекарствам от этого недуга Джабир Ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах им и его отцом Передает Мы были в пути Одному человеку на голову упал камень И у него осталась глубокая рана После этого у него случилась полюция И он сказал своим товарищам Находите ли вы для меня разрешение совершить очищение землей Таяммум Они ответили Мы не находим для тебя такого разрешения Ведь ты можешь достать воду Тогда он совершил полное омовение и умер Когда мы прибыли к пророку Мир ему и благословение Аллаха Ему рассказали об этом И он сказал Они убили его Да погубит их Аллах Если они не знали То почему не спросили Поистине Лекарство от невежества вопрос Ему достаточно было совершить очищение землей Таяммум И перевязать рану куском ткани А потом протереть ее сверху влажной рукой И вымыть остальные части тела Привел Абудауд Таким образом Он сообщил Что невежество не дуг А вопрос лекарства от него Всевышний Аллах сказал Что Коран исцеление Всевышний сказал Если бы мы сделали его Кораном Не на арабском языке То они непременно сказали бы Почему его аяты не разъяснены Не арабская речь и араб Скажи Он является верным руководством И исцелением Для тех Которые уверовали Сура разъяснены Аят 44 То есть Если бы мы сделали Коран Который не спослали тебе О посланник Не арабским То многобожники сказали бы Почему же его аяты Не сделаны ясными Чтобы мы могли понять их И постичь их смысл Как же так Этот Коран Не на арабском языке Хотя язык того Кому он не спослан Арабский Такого не бывает Скажи им О посланник Этот Коран Для тех Кто уверовал В Аллаха И его посланника Верное руководство Спасающее от заблуждения Исцеление Для появляющихся В груди сомнений И недугов Тафсир Муэссар И Всевышний сказал Мы не спосылаем Коран Который является Исцелением И милостью Для верующих Сура Ночное путешествие Аят 82 Весь Коран Исцеление О чем и упомянуто В предыдущем аяте Он исцеляет сердца От недуга невежества И сомнений И Аллах Никогда не не спосылал С небес исцеления Более полного Полезного Великого Чем Коран И столь действенно Устраняющего болезнь Абусаид Аль-Худри Да будет доволен им Аллах Передает Что однажды Находясь в пути Группа сподвижников Посланника Аллаха Мир ему И благословение Аллаха Проезжала мимо Одного бедуинского племени Они попросили бедуинов Оказать им гостеприимство Однако те Отказали им А старейшина Того поселения Был ужален И люди применили Все что только можно было Но безуспешно Некоторые сказали Пойдите к этой Остановившейся здесь Группе людей Может у них есть что-то И они пришли к ним И сказали О люди Старейшина Ужален И мы все перепробовали Но ничего не помогает Есть ли у кого-то из вас Что-то Что может помочь Один из них ответил Да Клянусь Аллахом Я знаю рукью Однако мы Клянусь Аллахом Попросили вашего гостеприимства Но вы отказались Принять нас И я не стану читать рукью Пока вы Не дадите нам плату Те пообещали дать им Небольшое стадо овец И он стал читать Суру Аль-Фатиха Слегка поплевывая на него Хвала Аллаху Господу миров И старейшина Словно вырвался из оков И стал ходить Как будто и не был болен И они отдали им плату Которую им обещали Некоторые из них сказали Разделите полученное Но читавший заговор Рукью Сказал им Не будем делать этого Пока мы не придем К пророку Мир ему И благословение Аллаха И не расскажем ему О случившемся Посмотрим Что он прикажет нам И они прибыли К посланнику Аллаха Мир ему И благословение Аллаха И все рассказали ему А он спросил Откуда ты узнал Что ее можно использовать В качестве руки А потом он сказал Вы поступили правильно Поделите то Что вам дали И выделите Одну долю мне Привили Аль-Бухари Муслим Абудауд Абудауд Приводит еще Одну историю Исцеления В результате Чтения Этой суры Хариджа Ибн Ассальд Передает От своего Дяди По отцу Что однажды Он проходил Мимо каких-то людей И они Подошли к нему И сказали Ты принес От того человека Благо Прочитай же Рукью Этому человеку И они Привели к нему Умалишенного В цепях И он читал ему Суру Аль-Фатиха В качестве Рукьи В течение Трех дней По утрам И вечерам И каждый раз Прочитывая Суру до конца Он слегка Сплевывал После этого Больной Исцелился Они что-то Дали ему За это Придя к посланнику Аллаха Мир ему И благословение Аллаха Он все Рассказал ему И посланник Аллаха Да благословит Его Аллах И приветствует Сказал Ешь это Ибо ты Не из тех Кто получает Плату За запрещенные Заклинания Ты получил Плату За истинную Рукью Привел Абу Дауд Поскольку Посланник Аллаха Да благословит Его Аллах И приветствует Одобрил Одобрил Действия Сподвижника Этот хадис Можно считать Доказательством Того Что Сура Аль-Фатиха Действительно Можно Использовать В качестве Лечения Как при Ужалениях Так и при Лечении Других Болезней И недомоганий Из хадиса Также следует Что Разрешается Взимать Плату За лечение Посредством Чтения Аль-Фатихи И произнесение Других Слов Поминания И ничего Нежелательного И тем более Запретного В этом Нет Что же Касается Просьбы О выделении Доли И ему То Посланник Аллаха Да благословит Его Аллах И приветствует Сделал Это для Того Чтобы Продемонстрировать Дозволенность Их действия И устранить Любые Сомнения По этому Поводу Привел Ан-Навови В шарх Сахих Муслим Это Лекарство Оказало Воздействие На болезнь И устранило Ее так Будто Ее Не было Вовсе Это Самое Легкое Лекарство И если Баб Аллаха Прибегал К лечению Посредством Суры Аль-Фатиха То он Увидел Бы Ее Удивительное Целительное Воздействие Какое-то Время Когда я Был В Мекке Меня Мучили Болезни И я Не мог Найти На них Ни лекаря Ни лекарства И я Лечился С помощью Суры Аль-Фатиха И испытал На себе Ее Удивительное Воздействие И я Советовал Использовать Ее Тем Кто Жаловался На боли И многие Из них Быстро Поправились Однако Здесь Следует Обратить Внимание Вот На что Слова Поминания Аяты И мольбы Которые Используют В качестве Руки И лекарства Сами По себе Полезны И несут Исцеление Однако И область Воздействия Должна Быть Подходящей И пыл Применяющего Их Должен Быть Велик Дабы Они Оказали Должное Воздействие Если Если Исцеление Задерживается То Причиной Тому Слабость Воздействия Применяющего Эти Средства Либо Неподходящая Область Воздействия Которая Не Поддается Этому Воздействию Или Жесть Препятствие Мешающее Целительному Воздействию Этого Лекарства Подобное Случается И с Обычными Болезнями И Лекарствами Лекарства Эти Могут Не Оказывать Ожидаемого Воздействия Потому Что Натура Больного Не Принимает Это Лекарство А Может Существовать Какое-нибудь Серьезное Препятствие Мешающее Этому Действовать Если Натура Больного Принимает Лекарство То Оно Приносит Телу Пользу Соответствующую Степени Этого Принятия Также И Сердце Если Оно Принимает Эти Руки И Защитные Слова Полностью И Учитающего Их Активная Душа И Пыл Оказывающий Влияние То Они Окажут Воздействие Устранив Болезнь Мольба Тоже Относится К Наиболее Действенным Причинам Избавления От Неприятного И Обретения Желаемого Однако Порой Следствие Не Приходит Либо Из-за Слабости Самой Мольбы Как В Случае С Мольбой Которую Аллах Не Любит Например Мольбой Посредством Которой Верующий Покушается На Кого-то Либо Из-за Слабости Сердца И Отсутствие У него Устремленности К Аллаху И Сосредоточенности На нем Во время Мольбы В этом Случае Мольба Подобна Луку С Очень Расслабленной Тетевой Стрела Вылетает Из него Очень Слабо Также Может Существовать Препятствие Для Получения Ответа На Мольбу Это Может Быть Запретная Пища Налет Грехов На Сердцах И Одолевающие Их Небрежность Страсть И Пустые Развлечения Абу Хурейра Да Будет Доволен Им Аллах Передает Что Пророк Мир Ему И Благословение Аллаха Сказал Взывайте К Аллаху Будучи Уверенными В том Что Ответ Придет И Знаете Что Аллах Не Примет Мольбу Исходящую Из Сердца Небрежного Несосредоточенного Привели Ат-Тирмези Аль-Хаким То Есть Будьте Ко Времени Обращения К Аллаху С Мольбами В Положении Пребывающий В Котором Заслуживает Ответа То Есть Совершая До Мольбы Благие Дела Избегая Порицаемого Соблюдая Необходимые Условия Для Мольбы Которым Относится Сосредоточенность Сердца Выбор Определенных Периодов Времени Мест И Положений В качестве Примера Можно Привести Земной Поклон Так Чтобы Сердца Ваши Были Больше Склонны Ожидать Ответа Чем Его Отсутствие Или Или же Имеется Ввиду Вы Должны Быть Убеждены В том Что Аллах Не Сделает Ваши Надежды Напрасными Ведь Его Щедрость Необъятна А Могущество И Знания Совершенны Дабы Таким Образом Осуществилась Искренность Надежды И Мольбы Потому Что Если Взывающий К Аллаху Не Имеет Искренней Надежды На Ответ То И Мольба Его Не Может Быть Искренней Тухфат Аляхвази Это Очень Полезное Лекарство Устраняющая Болезнь Однако Небрежность Сердца Лишает Его Силы Также И Вкушение Запретного Отнимает У него Силу И Ослабляет Его Абу Хурейра Да Будет Доволен Им Аллах Передает Что Посланник Аллаха Да Благословит Его Аллах И Приветствует Сказал О Люди Поистине Благой И Он Не Принимает Ничего Кроме Благого И Поистине Аллах Повелел Верующим То же Что Повелел Посланникам И Сказал О Посланники Вкушайте Благо И Поступайте Праведно Поистине Мне Известно О Том Что Вы Совершаете И Он Сказал О Вы Которые Уверовали Вкушайте Дозволенные Благо Которыми Мы Наделили Вас Затем Он Упомянул Человека Который Уже Долго Находился В пути Со Взъерошенными Волосами Покрытого Пылью Тот Протягивает Руки К нему Господи Господи Но Но При Пища Его Запретна Питье Его Запретно Одежда Его Запретна И Вскормленном Был Запретным Так Как Же Может Прийти Ответ На Его Мольбу Привел Муслим То есть Деяний И Что Вкушение Запретного Влечет За собой Скверные Последствия В числе Которых И то Что Мольба Питающегося Запретным Не Принимается Всевышним Тафсир Муэссар Абдуллах Сын Имама Ахмада Приводит Такую Историю Израильтян Постигло Бедствие И Они Вышли Вместе И Всевышний Аллах Внушил Их Пророку Чтобы Он Сказал Им Поистине Вы Вы Выходите На Возвышенность С Нечистыми Телами И Поднимаете Ко Мне Руки Которыми Вы Проливали Кровь И Вот Сейчас Когда Я Так Разгневан На Вас Вы Обращаетесь Ко Мне Теперь Вы Будете Лишь Отдаляться От Меня Абузар Сказал Когда Есть Благочестие То Из Мольбы Достаточно Столько Сколько Соли Достаточно Чтобы Посолить Еду Привел Ахмад